Нужно ли раскаившемуся вероотступнику делать обрезание второй раз? И сейчас он решает начинать соблюдать традиции еврейского народа, соблюдать законы и вопрос, если надо ли делать второй раз обрезание? Ответ не надо, если то обрезание, мы можем быть уверены, было кошерным, правильным и так далее, второй раз обрезание делать не надо, если он ничего с прошлым не сделал, то есть он ничего туда не причивал и не аннулировал то, что когда-то ему сделали. То есть осталось все было, как было кошерно, так оно осталось, то тогда не надо делать дополнительное обрезание и даже если такая вещь, немножко спускать чуть-чуть капельку крови, этого тоже делать не надо, потому что еврей, он евреем был, евреем остался, он никуда не уходил, он мог ошибаться. Более того, про Исава, который в принципе один из явных негативных образов Танаха Торы, письменной, про него сказано, что он еврей в принципе, поскольку он родился у Ицхака. И хотя он всю жизнь только и делал, что нарушение, и убивал, и грабил, и насиловал, и развратом занимался, тем не менее, он остался евреем. Если бы он решил в конце дней своих сделать чего, им не надо было делать повторное обрезание. То же касается и менее, тем более, нарушивших людей. Любой человек в любом возрасте, который возвращается к Творцу, если у него было обрезание, он не должен делать его повторно. Продолжение следует...